Лектория «Создаю будущее» продолжает свою работу, наш второй день в самом разгаре и мы вновь Ждем очень важного, очень интересного спикера, который будет рассказывать о том, куда в принципе можно устроиться и как пройти отбор в известную компанию О Гугле поговорили, может быть у вас какие-то другие варианты, я представляю, какая палитра мнений в этом смысле может быть Так что сейчас мы попробуем немножко на этой палитре замешать краски и что-то такое нарисовать Напоминаю, что все ваши вопросы вы можете задавать и онлайн тоже, для этого нужно написать хэштег Фамилию спикера и после этого отправить вопрос в чат, ну и вопросы из зала, конечно же, тоже традиционно приветствуются Хотя сейчас у нас будет сначала лекция достаточно длинная, в которой, может быть, на все ваши будущие вопросы наш спикер уже ответит Приглашаем на эту сцену основателя и генерального директора платформы по развитию молодых талантов и агентства по развитию бренда Работодателя Челлендж, наверное, сейчас Андрей Алясов сейчас сам правильно произнесет это название Андрея, встречаем Спасибо большое за представление Ребят, очень рад вас всех видеть вживую, очень рад видеть тех ребят, которые с нами находятся в онлайне Давайте вкратце расскажу немного про себя и про что мы сегодня будем рассказать Начну с того, про что я сегодня хотел бы рассказать Я хотел бы начать с пяти ключевых советов, как устроиться в крутую известную компанию С одной стороны кажется, что там отборы один к двум ста, к трём ста, но есть пару лайфхаков, которые могут здорово в этом помочь Вторая вещь, про которую я расскажу, про пять ключевых ошибок На самом деле, честно, ребята делают огромное количество ошибок, когда пытаются в компанию попасть И третья очень важная вещь, мы буквально пару месяцев назад опросили представителей 60 самых крупных, известных работателей на российском рынке Их департаментов HR, их представителей бизнеса И спросили, а что они ищут в студентах Поэтому вы слышите сегодня не только моё личное мнение как эксперта, но и мнение конкретных компаний Что им важно, а что они хотят, чтобы вы обращали внимание при отборе Давайте начну, я начну с небольшого рассказа про меня, собственно, меня зовут Андрей Алясов, я СИО и основатель ChangeLens ChangeLens от двух слов, change и challenge Мы начинали на самом деле с челленджей, мы запустили сеть кейс-чемпионатов в стране И вообще, в принципе, всю тему с кейсами в России запустили в 2007 году И поэтому challenge Почему change? Потому что мы всегда про изменения Потому что, если говорить про карьеру, ребят, если вы очень круто учитесь Если вы сейчас знаете IT и так далее, и ничего при этом для развития не делаете И вроде бы сейчас вы устроитесь на работу Через 3-4 года вы будете уже никто Потому что мир очень здорово и быстро сюда убежит Поэтому очень сильно про change, про постоянное изменение себя в этом процессе Мой опыт был, на самом деле, такой более бизнесовый консалтинг Я заканчивал МГИМО, но делать в институте нечего было, было очень скучно Хотя у меня два красных диплома Поэтому параллельно с работой я, с учебой я начал работать сначала в Майкрософте Это было в 2008 году Потом в стратегическом консалтинге компании Карни Да, потом был инвестиционный бизнес Это были различные инвестиционные бутики, которые проводили сделки по слияниям поглощения От миллиона до ста миллионов долларов И параллельно этому я также делал change, как такую социальную активность А с 2012 года мы развиваемся как компания, которая на самом деле в России помогает Порядка 50-70% лучших работодателей находить себе молодых специалистов Это компании от ВТБ, где мы полностью отвечаем за молодежную программу И до, например, взаимодействия с Unilever или с Яндексом, где помогаем находить конкретные активности и конкретных молодых специалистов Если говорить про change, то как мы стараемся это сделать Мы стараемся обеспечить с вами взаимодействие с первого курса по 5 лет Почему, кстати, эти 10 лет? На самом деле, задумайтесь, почему эти 10 лет? И в реальности окажется, ребята, что в вашей жизни сейчас самое турбулентное время Что было до первого курса в университете? А вы учили в школе, у вас была понятна единая цель Вам после школы нужно поступить в нормальный вуз, а чтобы поступить в нормальный вуз, нужно знать ЕГЭ По сути дела, дальше ничего особенного не нужно было делать Поступаешь в университет, что ты в первую очередь думаешь? А на самом деле, а нифига не в тот вуз я поступил? Не на тот факультет? Что за ерунда? Вообще, что за дичь? И мы тут приходим и говорим, слушай, подожди Окей, может быть не тот факультет, но ты можешь свою карьеру как-то перестроить Для этого есть какие-то чемпионаты, есть семинары, образовательные программы Следующая боль, которая у вас возникает, ребята, это второй-третий курс Вы такие, я учусь вроде бы в нормальном вузе, все прикольно Я прихожу в Google, а Google мне говорит, так, ребята, вот есть глобальный сайт Туда подаетесь, отбор со всеми, отбор мы вам не скажем как, с тем, чтобы вы не могли его взломать Как это вот пройти? И может быть какие-то другие компании подойти И мы помогаем с точки зрения стажировок Дальше постоянная работа И дальше мы доходим обычно до пяти лет после вуза Почему пять лет после вуза? Потому что, как правило, в течение пяти лет вы условно выходите на определенный уровень дохода Который позволяет вам более-менее расслабиться, а не считать от зарплаты от зарплаты Вторая очень важная вещь Вы становитесь более-менее специалистом, экспертом в какой-то сфере И четко понимаете, чем вы хотите заниматься Вот дальше мы вас отпускаем Наша задача помочь вам сориентироваться А с другой стороны довести до того момента, когда вы встали на свою четкую позицию Понимаете, что нужно делать Да, у вас возникают какие-то другие вещи Семья появляется, смена работы, освоили бизнес Или в компании работают и так далее Но вы четко знаете и уверены в своем будущем Вот про это мы и этим мы помогаем И наша задача на самом деле постараться строить офигенно крутые истории успеха Например, как эти трое ребят Первый, Костя, он победил в наших кейс-чемпионатах в 2008 году Потом работал в консалтинговых компаниях Включая самую известную консалтинговую компанию в мире Макинди А сейчас он спошел в список РБК-30 Потому что создал очень известный стартап Который привлек уже сейчас финансирование по оценке в 10 миллионов долларов Они занимаются так называемым рынком муверов Когда вы можете У вас есть такой портал Куда вы скидываете свои вещи из дома Например, фортепиано вам не нужно Они его приезжают, забирают И вы можете там за один день обратно себе вернуть Да, это новый рынок, который до этого совершенно не существовал Да, например, Андрей Лобанов Он также работал в консалтинге Также участник чемпионатов, которые мы проводили А сейчас построил от всех компаний алгоритмика Которые входят сейчас порядка на 20 странах в мире Также привлекал огромное финансирование Дан Левшитт тоже участвовал в компетишенах А сейчас он один из 10 топ-менеджеров в компании Гет Гет – это один из глобальных конкурентов Яндекс.Такси или Убера Они сейчас не шивались в отдельную сферу Они, по сути дела, занимаются исключительно корпоративными поставками Он отвечает там за всю стратегию Вот такие ребята, кстати Костя 33-34 Андрею в районе 30-31 Дану 28 То есть это те ребята, которые в очень короткий, в очень молодой возраст Сумели достичь каких-то результатов И вот наша задача, мы же каждому из вас Как можно ближе подстроиться под этот успех Тем более все это возможно, если знать, как на что обращать внимание И сегодня я постараюсь вам несколько ходов в этой теме сделать Начнем с пяти ключевых советов, на которые я хотел бы обратить внимание Про первый совет на самом деле вам коллега из Гугла частично сказала Она про всегда стремиться предвосхищать ожидания И мы советуем обращать внимание на следующую вещь Стремитесь предвосхитить ожидания каждого, с кем вы взаимодействуете на 30% Чтобы понять эту тему, давайте пройдем очень простой Представьте, вы работаете в компании Кто хочет работать в компании? Поднимите руку, какой-нибудь Да, давай, ты Ты сделала... Как тебя зовут? Лера Смотрите, ребят, Лера сделала работу на 100% Что думает Лера? Она сделала работу на 100% Что думает Лера? Лера думает, что она молодец Я босс Леры, что я думаю про Леру? Скорее вот это Лера получает какую-то зарплату Она работает в моей компании Да, она ок Она сделала свою работу на 100% Да, то есть не молодец, а она ок То, что мы договорились с Лерой, когда подписывали контракт о работе Лера сделала Начинается вот такой небольшой диссонанс Лера думает, я молодец Руководитель думает О, норм Ты молодец Ты как бы ок 110% Леры сделала Лер, что ты думаешь? Я устала Что она перевыполнена, что Лера офигенная Что делает, думает руководитель в этот момент? Честно Думаете, руководитель заметит? 10% разницы Но только если у тебя, значит, позиция, например, селза И есть объем продаж Да, руководитель точно знает, что ты сделан на 10% А представь, например, в программировании Или представь, ты, не знаю, в аналитической позиции Ты сделала презентацию на 10% лучше Как понять, что ты и сделал на 10% лучше? А фиг знает Но реально это не так сильно видно и незаметно Поэтому руководитель думает То же самое, что он думал, когда ты сделал на 100% Теперь Лера сделала работу на 130% Что Лера думает? Я офигенная! Что думает руководитель? Лера офигенная! Он уже замечает Понимаешь? То есть, когда плюс 30% Ты сама понимаешь, что ты офигенная И руководитель понимает, что ты офигенная Твои коллеги понимают, что ты офигенная Все видят, что ты офигенная Да, там возникают несколько других проблем Да, начинаешь думать так А не ездит ли на мне там Типа я делал на 130% Мне платят за 100% Пока ты молодая У тебя там за 3-5 лет опыта работы Забей на эту тему Да, ты будешь просто быстрее расти, чем все остальные Это будет окупаться сторицей Дальше, наверное, можно об этом задуматься Но это вот когда тебе 30-35 или 40 лет будет Поэтому это на самом деле очень важная Ментальная штука, которая очень важна Постараться сделать больше, чем от тебя ожидаю По идее, я могу дальше всю свою презентацию закрыть И про нее забыть Если этот принцип вы будете, коллеги, применять Он вам везде поможет Проблема только лишь в том, что делать на 30% больше, чем остальные Когда вокруг вас талантливые классные ребята, сложно Поэтому пойдемте дальше Я посоветую вам еще несколько советов Первый совет Выстраивайте в своем образовании целую систему Что обычно студенты думают? Я учусь в хорошем вузе, я сейчас получу все пятерки Я круто устроюсь на работу Что жизнь делает с ними? Она берет кувалду И так по башке Нифига Ничего это не значит Точнее, это полезно Но это ничего не значит с точки зрения жизни Дальше Мы такие Нас жизнь научила Она нас кувалдой по голове ударила Мы пойдем на работу Мы устроились куда-то на стажировку Что происходит после этого? Тоже у нас жизнь уже не такой большой кувалдой Но кувалдой поменьше Да, как бы учеба хорошо Но стажировка не все всегда значит И после этого у меня не факт, что оставят, что-то обратят внимание Добавляем третью вещь В неучебной активности И вот в этой ситуации вероятность еще одной кувалды от жизни Сильно меньше Почему? Что нам дает университет? Что нам дает университетское образование? Она дает так называемое классическое университетское образование Что мы не дебилы Что мы знаем чуть-чуть тут Чуть-чуть тут Чуть-чуть тут Например, кто из вас учится там на экономике? Поднимите руки Была ли у вас какой-то курс по истории? Был? Да, вы такие думаете Блин, нахрена мне эта история? Вот рили Вот на коль черт? Возникает другая На самом деле история тебе нужна Потому что с историей ты глубоко развитый человек Ты можешь в случае необходимости копнуть в эту историю Раз Два Если с тобой будет общаться образованный человек И как бы ты при общении с ним покажешь Что ты не знаешь В каком году была там Великая Отечественная война Да, или там нападение Наполеона Ну человек только подумает Ну как бы Наверное, что-то человек не делает Вот для этого нам нужен университет Плюс университет дает То есть он дает нам те вещи, которые Мы считаем, что нам не нужны Но в реальности могут оказаться Вторая вещь Университет сейчас начинает давать Чуть больше специализации Например, в экономике ты больше копаешь Плюс сейчас нормальный университет с экономикой Очень много в тебя дают математики, статистики И вкратце введение в анализ данных Потому что это суть сейчас образования в любом университете Это дает университет Что университет не дает? Он в большинстве случаев не дает практики Практика тебе дает опыт работы Здесь интересная вещь Кто хочет работать в Google или в Яндексе? Скорее всего, большинство из вас поднимет руки Но Google или Яндекс мало кого возьмет Это проблема Поэтому можно в принципе начинать свою работу Чуть ли нигде угодно Хоть в Макдональдсе Хоть в подобной не очень привлекательной теме Почему? Потому что работа дает опыт работы Опыт того, что если мне платят деньги То я должен выполнить это на 100% В университете вы обязаны все выполнять на 100%? Ну реально Ну как бы Зачем? Да? Как бы у меня два красных диплома Я параллельно с учебой работал в консалтинге Консалтинг это 60-70 часов работы в неделю Я университет вообще нифига не появлялся Я никому не платил Я нормально сдал свой диплом Просто я знал, как работать в этой системе Один день ботаю Перед экзаменом беру там типа 3 дня отпуска И как бы всю программу там за весь курс Я за 3 дня быстро прохожу Учиться реально достаточно просто А вот работать Неа На работе есть менеджеры Задача которых, чтобы вы работали на 100% На 110, 120, 130% Они поэтому увлекаются Поэтому для этого нужен опыт работы И третье В чем фишка внеучебной активности? Тут очень хитрая вещь В работе в большинстве случаев Когда вы будете приходить С вас будут требовать хардскиллы Что такое хардскиллы? Это когда вы конкретные действия можете сделать здесь и сейчас Как только вы начнете расти по компании Хардскиллы, да, важны Но все больше и больше значений Начинают принимать софтскиллы А как, если в университете софтскиллы не дают? На работе, на первых позициях софтскиллы не дают Вам скажут Вот это делай быстрее и эффективнее, чем у остальных И в огромных объемах Где получать софтскиллы? И вот внеучебной активности Участие в конференциях, в кейс-чемпионатах Лидерских клубах Благотворительность Это вот это в невероятном количестве Вот если отсоединить все эти три вещи У вас получится очень такой выпуклый, разносторонний бэкграунд Который вы можете использовать для крутой и значимой своей карьеры Это второй совет, который я хотел бы вам дать Да, помните, что чтобы попасть в условно крутую компанию Например, в Google Вам нужно найти по всем этим трем направлениям Себя развить с тем, чтобы прокачать Свой фундаментальный подход университета Своя способность к работе на стажировках И свои софтскиллы, и свой капабилити как лидеров Через внеучебной активности Третий совет, который я хотел бы вам дать Вы начинаете делать резюме На что сейчас похожи, дорогие мои, ваши резюме? На черную дыру, точнее белую дыру Где есть школа, университет и что-то ничего непонятное Поэтому, первое, начинайте тогда с образования Если вы нигде не работали, поставьте в вуз, поставьте школу Многие студенты думают, а зачем мне ставить школу? И здесь на самом деле очень классная фишка Пример, вы поступили в гуманитарный вуз Хотите на хорошую, серьезно нормальную работу И часто на хорошую, серьезно нормальную работу К классическому гуманитарному вузу относятся Ну так, типа там ничего не делал Но у тебя, например, был физмат-класс Что подумает работодатель? Да, человек, может быть, неправильный выбор сделал Но он физмат, у него есть база Да, мне это подойдет, я смогу его или ее прокачать Второе, очень важно, компания действительно смотрит иногда Как ты перепрыгиваешь с одного на другое Почему ты шел туда или иначе И третье, чтобы заполнить свое резюме Действительно ищите участие в подобных конференциях, как здесь И просто закидывайте кучу вещей Например, вы только учитесь в университете По идее, вот эта строчка, она там, две строчки Школа, еще две строчки Там язык, еще одна строчка И ваше реальное резюме — это такая белая дыра Что туда можно накинуть? Можно накинуть ваши курсовые работы Напишите, какая курсовая работа Что вы делали Можно накинуть, вы были там в старости Напишите Можно накинуть, в каких конференциях вы участвовали Напишите Можно накинуть, в каких подобных активностях вы приходили Напишите Можно в конце концов, даже если вы спортом занимаетесь в своем университете, напишите туда. Это уже будет давать определенные точки. Точки про вашу способность к лидерству, точки к тому, что вы не просто сидите и учитесь, а вы делаете много чего другого. Не бойтесь это написать. Как правило, ребята, это боятся, но это неправильно, потому что не показывает вас как интересного классного специалиста. Четвертый важный совет. Обязательно решайте тесты, с помощью которых в интересной компании проверяют ваш уровень навыков. С чем я часто сталкиваюсь? Это тесты, честно, они примерно как ЕГЭ. Если два года сидеть на попе ровно, то практически любой человек с любыми интеллектуальными способностями ЕГЭ на определенный уровень нарешает. Вот правда. Проверено множеством людей. То же самое здесь. Эти тесты не супер крутые, да, они стандартизированы, нарешиваемые. Просто берите и решайте. Во-первых, они вас как раз разобьют в определенной степени способность к аналитике, вкратце математику и подобные вещи. Здесь, кстати, кто, ребята, из вас гуманитарий? Поднимите руки. Окей. Гуманитарий реально проблема. Гуманитарий думает, а мне никогда в жизни математика не понадобится. В реальности жизнь опять бьет кувалдой, потому что рано или поздно вас она спрашивает в отношении вашего личного бюджета, в отношении, окей, а ты сделал в компании что-то хорошее, а докажи мне, что эта компания полезна. Что доход, который мы получаем от этого, больше, чем расходы как денежном, так и временном эквиваленте, которое мы на это тратим. Поэтому на самом деле минимальная математика и экономика нужна абсолютно всем. Поэтому идите к этим тестам, готовьтесь, они очень здорово зашейпят и сформируют ваши мозги. И пятый совет, который я хотел бы дать, всегда расширяйте ваш кругозор. Сейчас в науке подготовки людей есть так называемый подход T-shape развития. Кто-нибудь про него слышал? T-shape говорит следующее, что у вас должна быть определенная специализация. Например, компьютер сайенс или data science в особенности, наука о данных, как их анализировать. Это вот прямо суперсекси вещь, везде будете востребованы. Это вот ваша вертикальная полоска в букве T. Дальше у нас есть, соответственно, такая широкая полоска. Что она обозначает? Чтобы быть хорошим data scientist, недостаточно только знать data science. Нужно вообще понимать бизнес, потому что data science сам по себе без преломления конкретной сферы, он мало что значит. Он не позволяет вам делать правильные выводы на основании этих данных, которые у вас есть. Поэтому, да, развивайтесь в определенной сфере, но одновременно стремитесь себя расширить. Как это можно сделать? Тремя вещами. Во-первых, стремитесь узнать о как можно большем количестве отраслей. Даже если вы айтишник, узнаете, как работают металлургии, как работают FMCG, как работают нефтяные компании, как работают в банке. Тогда вы будете лучше понимать, как ваши хардовые знания применять в конкретной компании. Вторая очень важная вещь. Читайте бизнес-книги. Честно, они скучные, убогие и стремные. Да, в сравнении с войной и миром, Достоевским, это полная дичь, неинтересная и настолько вовлекающая. Но они реально показывают, как бизнес-лидеры мыслят. Они реально подсказывают, что там работает. Они реально рассказывают вам историю успеха различных людей и так далее. Поэтому очень советую вам это читать. И один из моих друзей, который очень много читает, он советовал даже читать не книги, посвященные определенной теме, а книги биографии людей, создателей этих компаний. Они читаются так же, как художественная литература, но при этом несут огромную часть про то, как компания создавалась и что там было. И, наконец, третье. Я очень сильно советую вам погружаться в бизнес-контекст. Для этого есть различные источники. Ведомости коммерсанта РБК – это одна часть. Но, наверное, сейчас я бы советовал всем вам подписаться на подписку The Bell. Каждое утро и вечер вам присылают информацию из мира бизнеса, экономики, политики и свое собственное образование. И будучи подписан на The Bell в течение года, я уверен, вы очень сильно расширите свой бизнес в кругозор и сможете лучше понимать. Это пять советов и один бонусный совет. Вы на втором курсе, вы учитесь в ВУЗе, вы такие, я хочу пойти работать. Вы подались в Google, но в Google очень жесткий отбор не прошли, вы подались еще. В энное количество компаний тоже ничего не прошли. Что делать? Фигней страдать между вторым и третьим курсом? Окей, я не хочу работать в Макдональдс. Допустим. Что мы делаем? Если не можешь найти работу, то в инвестиционной, в венчурной теме есть такая штука. FFF – воспользуйтесь Friends, Family and Fools. Это действительно из венчурной сферы пришло. Если у вас есть стартап, и вы не можете найти нормального инвестора, то вы идете либо к друзьям, либо к семье, либо к идиотам, которые вас на этой стадии проинвестируют. То же самое с точки зрения работы. Реально, ребят, не бойтесь. Вот по чесноку я такая же штука была. Между первым и вторым курсом я очень хотел попасть в McKinsey, я очень хотел попасть в Microsoft, я очень хотел попасть в Google. Что они мне сказали между первым и вторым курсом? Все хорошо, ребята, ты классно, великолепно подавайся через два года. Но я знал, что через два года, когда я к ним буду подаваться, они будут в определенной степени ожидать, что у меня какой-то опыт работы. Поэтому пошел к папе, пошел к своему другу и нашел друг, который работал топ-менеджером одной крупной компании. Я работал у его подчиненного в отделе по работе с инвесторами. Я делал презентацию, я работал абсолютно бесплатно, я работал часов по 60 в неделю летом, но я получил офигенный классный опыт, который уже на третьем курсе позволил мне попасть в Microsoft. Хотя там был очень большой серьезный конкурс, потому что у меня уже был какой-то опыт, я его правильно представил, я знал, как можно работать по той или инвесторе. Поэтому не бойтесь этому подходу, но правильно потом представляйте действительное резюме. Если вы напишите, что я попал на эту работу, потому что у меня папа посоветовал, ну тут как бы будет куча вопросов. А если вы распишите это более-менее качественно, эффективно и самое главное будете стараться на этой работе, то все у вас получится. На этом мои пять с половинкой советов подходят к концу и давайте перейдем к пяти глупым ошибкам, которые можно допустить. Первая ошибка – опираться только на знания, которые дают в университете и не развивать бизнес-навыки. Я уже про это говорил, если так будете делать, то когда вы придете в компанию фигурально, да, вы очень будете обижены, потому что вас просто не будут брать, будут говорить, что да, ты в классном вузе, да, например, сейчас один из самых клевых вузов в стране, это высшая школа экономики, но у выпускников в вышке пять тысяч в год. Даже если ты круто учишься в вышке, это ничего не дает, ты можешь не попасть в классную интересную компанию. Что нужно в этой ситуации делать? Действительно идти дальше, либо идти работать, либо, например, сейчас есть огромная индустрия бизнес-кейсов, кейс-чемпионатов, соревнований, таких активностей, как здесь твой ход и так далее, которые вас прокачивают, и как, например, в сфере спорта они позволяют заявить и себе, показать, что вы действительно один из лучших студентов в этой сфере, а одновременно для вас обучиться пониманию бизнеса, работе в команде и такой хорошей конкуренции с другими людьми. Вторая ошибка, которая может быть, это не прокачивать базовые технические навыки. Гуманитарии думают, мое гуманитарное образование мне поможет. Они идут, например, на телевидение, они могут идти в журналистику, и оказывается, что эта тема не настолько секси, как кажется по фильмам американским про журналистику. Поэтому, ребят, я всем советую базовые технические навыки, очень четко развитие. Самый минимум, знаете, математику, Excel и PowerPoint на великолепном уровне. Это вот самый-самый минимум. Без этого ни в одной компании, вас, скорее всего, даже не будут спрашивать на интервью, но работая в самой компании, вы не сможете работать эффективно и здорово. Второй уровень, возьмите хотя бы один язык программирования и хоть чуть-чуть его изучите. Не факт, что он у вас на работе будет применяться, но вы будете знать сам подход к программированию и что вообще-то такое, да, и будете лучше понимать и взаимодействовать с теми людьми, которые вокруг вас. Третий совет. Реально не учитывать конкуренцию с другими студентами. Мы такие думаем, я классный, я великолепный, но в реальности вопрос не в том, что вы великолепный, вопрос в том, что есть другие ребята классные, интересные. Вот вопрос, как себя выделить? Как себя выделить из тех же ребят, которые будут участвовать, учиться в вашем ВУЗе, участвовать в различных соревнованиях и так далее. И дети действительно занимаются какие-то лидерские позиции. Да, классная штука, это, кстати, какой-то свой собственный бизнес или социальный проект в университете. Небольшую ячейку, там пять человек, которые будут, я не знаю, развозить благотворительные вещи в ближайший детдом. Ну, организуя всю эту тему, пытаясь собрать четырех других странных ребят, которые с вами этим будут заниматься там по ночам. Это огромный эфир, который здорово вас прокачает и который на самом деле в самых классных компаниях, опять же, Google, Яндекс, Сбербанк, ВТБ, Нарникель, Сибур, Дом.РФ позволит вас выделить по сравнению с другими. Четвертая вещь. Это реальная ошибка не развивать лидерские качества и умение работать в команде. Кажется, что реально, когда вы будете устраиваться, все-таки будут по хардовым скиллам нанимать. Но в реальности большинство работодателей смотрит не только где вы есть сейчас, но кем вы можете быть. Потому что они прекрасно понимают, что нанимая молодого специалиста, они первые полгода, год инвестируют в вас. Вы такие думаете, мне платят там маленькую зарплату, а компания на мне просто озолотается. На самом деле нет. Реально у вас тратится время менеджеров, образовательной активности и так далее. И поэтому инвестиции в компании у вас высокие. Поэтому любая компания смотрит, а кем вы можете быть через 2, 3, 5 или 10 лет. Поэтому фокусируйтесь на этом и развивайте себе лидерские качества. Наконец, пятое, реально тоже очень глупая ошибка, начинать работу только после университета. Если вы так будете делать, количество карьерных возможностей, доступных вам сразу же, будет в 5-6 раз меньше. Мой совет, между первым и вторым курсом устроитесь на любую возможную работу. Между вторым и третьим курсом устроитесь на любую, более-менее подходящую вам работу. Между третьим и четвертым устроитесь на ту работу, которая вам кажется будет идеальной. А уже после выпуска вы знаете одно, второе, третье, и вы можете правильно построить свой карьерный трек и понять, а что же вам действительно нужно было и было интересно. Вот такие 5 ошибок и 5 советов. Теперь мы посмотрели, как бы, мое, скорее, экспертное мнение, основанное на том, что мы в течение последних 10 лет, на самом деле, через нас прошло порядка 200 тысяч разных ребят, которые устроились в лучшей компании России и мира. А некоторые из них действительно уже занимают топовые позиции. Например, один из наших участников, он сейчас является главой Яндекс.Го, а другой является главой всей экосистемы Яндекс.Фуд, куда входят все вот эти системы. И ребята очень молодые, и реально, как бы, они круто перформят, работают здорово в очень молодом возрасте. И я хотел бы, чтобы вы это делали. Но теперь давайте поговорим не про мое мнение, а про то, что думают работатели. Мы буквально пару месяцев назад опросили представителей вот этих компаний. Разные компании. От банков до FMCG-компаний, IT-компаний. Совершенно разные компании. Притом большинство из них входит в рейтинг из лучших работателей страны и мира. Что мы их спрашивали? Они их спрашивали, а как они отбирают студентов, на что они обращают внимание? Давайте с первого вопроса. А студенты каких специальностей вам нужны? Мы прямо напрямую спросили у этих компаний. И здесь мы видим, что есть на самом деле гигантский разрыв в определенных специальностях. У нас есть где-то порядка 10-12 специальностей, которые важны, и где-то еще 10-20 специальностей, которые в разы менее важны этим крупным работодателям. Вы видите, да, с бизнес-аналитики до менеджмента от 30 до 71%, а дальше 24, 17 и так далее по низ подающей. Также среди этих специальностей мы видим, что есть топ-3, которые вот супер всем важны. Это бизнес-аналитика. Очень нужны те люди, которые могут анализировать бизнес и проводить аналитику. И здесь же, соответственно, data science входит, data engineering и подобные вещи. Второе. Как ни странно, очень нужны медиа-коммуникации. Здесь журналисты, реклама и так далее. Но они нужны не в том плане, что нужны журналисты. Они нужны в том плане, что многим компаниям нужны маркетологи, и как раз люди из этих направлений очень активно востребованы в компании. Третье. Бессловно, очень важна бизнес-информатика, стэк-бизнеса и IT. Четвертое. Математика и точной науки. И пятое. Производственные специальности. Те люди, которые конкретно будут работать на производстве, взаимодействовать с заводами и так далее. Вот подобная вещь. Вторая очень важная вещь, которую я хотел бы рассказать. Топ-10 наиболее популярных среди работателей вузов. То есть те вузы, из которых эти компании чаще всего нанимают людей. Номер один – вышка. Номер два – МГУ. Номер три – Бауманка. Номер четыре – финансовый университет. Номер пять – Плехановский университет. И дальше все меньше и меньше. Здесь из интересных вещей. Тут, например, в топе, в топ-10 у нас попала высшая школа менеджмента. Слышали про высшую школу менеджмента? Если не слышали, советую очень сильно изучить. На самом деле, высшая школа менеджмента чем крута? Там есть бакалавриат, но особенно она известна своими магистратурами. И магистратуру, как правило, ты год проводишь в Питере, год ты проводишь в партнерском вузе где-нибудь в Европе. Это офигенная вещь. Поэтому, если, например, вы выбрали не ту специальность, когда вы хотите что-то сильно изучить, или, например, вы учитесь в каком-то слабом университете, но вы хотите в конце концов попасть в крупноизвестную компанию, то ВШМ и магистратура ВШМ очень здорово, сильно вам поможет. И, собственно, компании это подтверждают. В ВШМ, например, учатся, мне кажется, порядка тысячи человек в сравнении с высшей школой экономики 25 тысяч человек. А видите, по проценту разница всего в два раза. Хотя различие в количестве студентов в 25 раз. Дальше. По уровню подготовки. Мы также в компании спросили, а где лучше всего студента? И здесь вышка рвет всех с двукратным отрывом. 69% респондентов его выделили. На втором месте также МГУ, на третьем месте Бауманка. Да, это, кстати, тоже говорит об одной очень важной вещи. Действительно, все-таки разница в обучении в вузах, она в России, если честно, колоссальная. И вопрос. А что делать вам, если, к сожалению, вы не учитесь в ВШМ? Вспоминаемый один из первых слайдов. Фокусироваться на опыте работы и фокусироваться на внеучебных активностях. Грубо говоря, в гонке за 100 баллов с тем, чтобы попасть в компанию работодателя, у вас на старте не 33 балла, как у студентов в ВШК, а у вас 15. И тогда в этой ситуации вам нужно за счет двух других аспектов заполучить большее количество баллов с тем, чтобы вышкинцев обойти. И это иногда возможно. Есть, в конце концов, в бизнесе такая поговорка. Выходи вторым, приходи первым. И студенты с топового муза могут думать, ну мне все хорошо, мне все легко. Они расслабляются, и тут вы начинаете их обгонять, потому что вы больше хотите получить эту позицию, чем они. Дальше мы спросили, а какие скиллы важнее? И вот здесь интересная вещь. Исследование показало, что работодатели считают, что софт-скиллы в два раза важнее, чем хард-скиллы. И это вот на самом деле, это самый интересный парадокс. Потому что в реальности, когда вы будете устраиваться на работу, вас все-таки в большей степени будут смотреть на хард-скиллы. И это реально такая специфика. Вы будете давать тесты на оценку хард-скиллов, вы будете давать практические здания, которые подходят на это. Но, как ни странно, работодатели все равно говорят, что им важны софт-скиллы. И я связываю это с тем, потому что действительно работодатели хотят найти вас не сотрудники сейчас, а сотрудники, которые проработают в компании 3, 4, 5, 6 лет, или хотя бы пару лет, и начнут здорово перформировать. А вот там уже софт-скиллы имеют гораздо большее значение, чем хард-скиллы. Дальше. Как компании отбирают по резюме? На что они смотрят? Номер 1. Подходящий профиль обучения, 59%. Номер 2. Победа в соревнованиях, кеш-чемпионатах, хакатоны и прочие конкурсы, которые позволяют вас выделить. И номер 3. Это знание иностранных языков. Видите, что все остальные вещи с огромным отрывом идут ниже. И как ни странно, например, победа в соревнованиях в 2,5 раза выше, чем престижный вуз. Это про то, что я говорил. Если вы еще не в престижном вузе, у вас не все потеряно, не нужно получать второе и высшее, и тратить еще 4 года на это. Спокойно участвуйте, и вы можете все равно еще обойти своих сверстников. Дальше. Мы также спросили, а что делать после подачи резюме? На что компании обращают внимание? И здесь прежде всего смотрят на мотивацию. Номер 2. На аналитические способности. Номер 3. На потенциал роста сильного специалиста. И так далее. Обратите внимание на эту штуку, и не бойтесь действительно про последний пункт. Наличие опыта в подходящей сфере. Помните, я вам говорил, что нужно получить опыт и поработать? Так вот, получить опыт и поработать не обязательно в той сфере, куда вы собеседуетесь. Просто в любой компании с тем, чтобы работодатель знал, что вы у него не первые. Как и в жизни, как и в любви, быть первым очень сложно. Вот то же самое здесь. Работодатели на самом деле не очень любят, когда они первые у вас как работодатель. Почему? Потому что вы собираете огромное количество лернингов, и вероятность того, что вы у них потом останетесь, сильно меньше. Потому что вы с большой вероятностью заходите. Да, ты классный работодатель. Обалденно. Почему уходишь? Ну, честно, я хочу посмотреть, что еще есть. У меня жизнь долгая, мне там 20 лет, да. И поэтому работодатели на самом деле это не очень любят и не берут на первое место работы, да, тех людей, которых нет предыдущего опыта этой работы. Дальше. Еще один важный вещь, который наверняка вы раздумываете, если вы учитесь на благовариате. А нужна ли мне магистратура? И ответ здесь в следующий. Две трети относятся нейтрально. Примерно 20% скорее да, чем нет, и примерно 10% считают, что не нужно. Поэтому, чтобы я из этого делал, в магистратуру идите только тогда, когда вам реально нужна. Во всех остальных случаях реально никаких серьезных плюсов она вам не даст. Поэтому четко подумайте, зачем вам нужна магистратура, и в нее идите. Вот. Ну и, наконец, последняя вещь, которую я хотел бы сказать из этого исследования, да, про то, насколько, в принципе, вам сложно или легко будет. С одной стороны, вы такие думаете, блин, на работу попасть очень сложно. А реально то же самое думают и работодатели. Вот это исследование. Да, мы их спросили, а насколько сложно найти хороших молодых специалистов сейчас? И большинство ответили на 7 из 10, да. И еще 4 респондента на 9 и 1 на 10. Ну, то есть, реально достаточно большое количество людей сказало, что на самом деле сложно. То есть, не только вам сложно найти классную работу, но и работодателям сложно найти классных людей. Поэтому, как бы ни был этот путь тяжелым, его реально пройти, потому что у вас одинаковые интересы. Вы хотите найти классную работу, работодатели хотят найти классного специалиста, да, и я уверен, что у вас все получится. Я был рад сегодня с вами выступить с этой презентацией. И сейчас с огромным удовольствием отвечу на ваши, уважаемые коллеги в зале, вопросы, либо на вопросы наших коллег в онлайне. Да, я знаю, что нас большое количество людей в онлайне слушает. Ребята, задавайте любые вопросы. От прямо писательных вещей, я учусь на втором курсе там-то и там-то, что мне делать, до каких-то конкретных вещей. Да, какую магистратуру выбрать конкретно где. Да, с какой компанией в той или иной сфере стоит начинать работу и так далее. Андрей, очень круто, на самом деле зажигает и энергии передается. Спасибо огромное. Это прекрасно. Действительно, есть у нас достаточно много онлайн вопросов. Для начала залу. Нет? Есть? Пожалуйста, если можно. Сейчас, секундочку, микрофон. Какие бизнес-книги вы можете посоветовать молодому поколению? Как я и говорил, начни с историй классных руководителей, например, очень зажигающая история Говарда Шульца из Старбакса. Честно, я Старбакс не люблю, кофе там ужасный. Но бизнес офигенный, да, и он очень много передает истории и любви. Очень классная, интересная история о создании Procter & Gamble. Да, вообще из всех FMSG компаний я очень люблю Procter & Gamble. Google – это компания, которая существует очень долго, и она практически всегда лидер в своих конкретных категориях. Третья, очень интересная история про Google. Да, там несколько различных книг про Google написаны. И четвертая книга – я бы прочитал что-нибудь про McKinsey, либо метод McKinsey, либо что-то подобное, потому что McKinsey очень круто и здорово структурирует мозги. Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо большое. Еще? А из российских? А? А из российских компаний. В чем проблема? Я вот, к сожалению, российские книги не очень люблю читать. Да, классику люблю, я «Войной мир» три раза прочитал. А вот «Бизнес» ну как-то мало читал. Да, поэтому вот именно в российских я как бы не могу поделиться своим конкретным опытом. На самом деле, из тех историй, которые мне сейчас нравятся, мне очень нравится, как в Кусвилл делают бизнес, они недавно написали про эту книгу. Да, то есть «Вкусвилл» умудрились на суперсложном рынке, да, где есть X5, а за X5 альфа-групп, да, с безграничными ресурсами, есть магнит, а за магнитом бесконечные ресурсы ВТБ, да. Они смогли за короткое время вгрызться в этот рынок, получить конкретно свою нишу, и они очень сильно уникальны. Да, то есть действительно у них большинство процессов сделаны по-другому. Поэтому, наверное, из российских книг я бы вот «История про Вкусвилл» прочитал, она может быть очень интересной, прикольной. Класс, спасибо. Вопросы из онлайн. Напоминаю, что чтобы задать вопросы нашим спикерам, вы должны поставить хэштег, фамилию спикера, и после этого отправить вопрос в чат. Еще один здесь, да, вопросик, если можно. Отчего такая ненависть к Макдональдсу? Не, я нормально отношусь к Макдональдсу. Здесь как бы самое нократное... Ну, конкретно к работе в данной сфере. Да нет, я честно, я в тот момент, когда поработаю в Макдональдсе, это самый простой и легкий способ. Но если у тебя есть возможность поработать чуть ближе к своей специальности, лучше поработай. Если нет, то действительно иди туда, тебя научат вот реально четко вырабатывать конкретные стандарты качества. И как раз в Макдональдс стандарты качества делают офигенно. Да, у них бургеры везде одинаковые. И как бы это классная, интересная вещь, которая порабатывает. Здесь же, кстати, вот про фастфуд. Я как-то учился в Уортоне, да, и там у нас был мастер-класс про качество. Мне очень интересную вещь про качество рассказали. Что на самом деле в качестве самая главная вещь – это твои стандарты внутренние. Представь, очень хорошо это понять на уровне авиалиний. Как вы думаете, какие стандарты безопасности в авиалиниях? Очень простые. Не должно быть ни одного случая небезопасности. В принципе, даже один случай – это очень много. Ну, потому что самолет упадет, и как бы все там погибнут. Какие у нас могут быть стандарты качества в многих других сферах? А, один случай – 100, да, нам пофигу. Да, вот с точки зрения, например, мне кажется, в Макдональдсе подобных компаний вас могут говорить, вот у вас есть стандарт, ты 100% должен его сделать. И тебя, может быть, не бьют, но системы премии, системы взаимодействия, тебя прямо очень… Вот ты должен в 100% попасть. Это офигенная вещь, которая потом позволит вам стать классным специалистом в любой сфере. Это, мне кажется, то, что там можно изучить и прокачать себя. Спасибо за ответ. Итак, онлайн-вопросы. Очень, мне кажется, актуальный вопрос для всех. Есть ли у меня куча способностей, но нет образований, и работодателю важна вышка, важен диплом? Что лучше сделать? Первое, идти в той сфере, где слишком много спроса, но мало предложений. Классика сейчас – это IT. В IT сильно меньше смотрят на диплом, чем в любой другой сфере, потому что там огромное количество рабочих мест, и людей не хватает. Подобные же сферы – это сфера продаж. Причем, на самом деле, нам многим кажется, что продажи – это стоять у прилавка и чем-нибудь продавать. Не только про это. Продажи – это, например, очень крупные B2B корпоративные продажи, которые больше похожи на консалтинг. Твоя задача – понять, а где ты можешь принести ценность клиенту, прочитать эту ценность и прийти к клиенту. На тебе. Если ты со мной не работаешь, ты теряешь кучу денег. Становись моим клиентом. Там в меньшей степени про продажи, а в большей степени про аналитику и взаимодействие. Это вот в продажах такая сфера. Мне кажется, в маркетинге, потому что, к сожалению, на всех факультетах маркетинга маркетингу особенно не учат. Учат чему угодно, но не маркетингу. А маркетинг – он больше про практику. Вот эти три сферы. Вторая очень важная вещь. На самом деле, то есть в 95% случаев, если нет высшего образования, я бы его посоветовал получить. По одной простой причине, потому что он дает очень классную и многостороннюю фундаментальную подготовку. И реально через 5-10 лет его может не хватить. И третья очень важная вещь. На самом деле, образование все-таки дает классное комьюнити. Я недавно встречался со своими ребятами-выпускниками, которые вместе со мной в 2009-2010 году выпускались. И это ребята по всему миру. Ребята в Амстердаме живут, ребята в Лондоне живут, ребята в России в разных компаниях работают. Кто-то в благотворительном фунде помогает повысить эффективность распределения президентских грантов. Кто-то работает в крупном банке, занимается сделками последнего поглощения. Люди все разные, но нас что-то связывает. И мы всегда можем друг к другу обратиться за какой-то помощью, поддержкой. Или просто здорово и круто провести время. Насколько я знаю, вот именно университетские друзья – это самые близкие, интересные, прикольные друзья. Поэтому, если нет университета, ребята, лучше все-таки поступить. И не ради знаний, а вот ради комьюнити, взаимодействия и фундамента. Я бы еще к профессиям, которые Андрей упоминал, добавил творческие специальности. Я могу сказать, например, что у нас я на НТВ+, начинал работать в Москве. И среди комментаторов НТВ+, процент людей, у которых было высшее образование, вообще минимальный. То есть, чтобы вести, комментировать, писать, делать нечто творческое, совсем не обязательно. Но, действительно, для комьюнити это супер. Это очень полезно. Последний вопрос, и у нас, к сожалению, время закончится. Онлайн-курсы могут заменить высшее образование по приеме на работу в нынешних условиях? Смотрите. Здесь вот интересная штука. Что продает онлайн-курсы? Шесть месяцев поучись, и ты получишь работу. Нифига. Не получишь работу. Но они, на самом деле, делают много чего очень полезного. Онлайн-курсы в разы дешевле. Это вот реально. Нормальная вышка сколько стоит? 300-400 тысяч полляма. Некоторые до 700 тысяч рублей в год. Это колоссальные деньги. Самые дорогие онлайн-курсы 100 тысяч рублей. Разница в 5-6 раз. Вторая вещь, которую онлайн-курсы дают. Они, на самом деле, ближе к практике и к работе, чем классическое образование. Классическое образование идет через какую систему? Государство сказало, какие специальности нужны. Это перешло к ученым мужам и женщинам. Это перешло к преподавателям, перешло к вам. Вот этот лаг достаточно серьезный. Онлайн-курсы – это бизнес. Они очень юркие. Они очень быстро подстраиваются. Поэтому при прочих равных они гораздо ближе к требованиям. Но что реально не хватает, это, во-первых, вовлеченности в процессы. Во-вторых, количество часов обучения. В онлайне обычно учитесь 3-4 часа в неделю. Ребят, сори, без труда рыбки из пруда никак не получится выловить. А в университете 10, 20, 30 часов. Иногда во время сессии 60 часов и так далее. Поэтому, да, 100% помогают, но нужно понимать, что скорее это хорошее дополнение к университету и возможность подшипить себя, поднаправить в нужное направление и взять то, что действительно сейчас актуально. То есть я бы сказал так. Да, нужно на них учиться, но четко понимая, зачем и как, и очень тщательно выбирать этот курс. Потому что есть очень много, знаете, сейчас больших курсов, точнее школ онлайн, которые и делают, например, обучение кройки и шитья, и data science. Как вы думаете, будут ли они и то, и то хорошо делать? Ну, скорее всего, нет. Ну, как? Это зависит от экспертизы, конечно. Они же не сами это делают, они только организовывают. Там фишка в другом. Когда, если ты на что-то фокусируешься, ты в этом лучше, и тебе это важно. Когда у тебя 200 курсов, тебе не важно конкретный курс, тебе важны общие средние показатели. Поэтому обычно лучше всего работают те онлайн-школы, которые лучше в своей сфере. Например, вот опять же, была возможность поучиться спортивному комментированию в общей школе, либо в школе какого-то известного спортивного комментатора, который, блин, всю жизнь этим занимается. Ответ очевиден. То же самое и здесь. Да? Вот лучше выбирайте такие более узкоспециализированные курсы, направления, которые готовят. Ну, и действительно, помните про то, что, ну, как бы, обещание устроить на работу, так и не работает. У нас, например, есть свои курсы, профессии по бизнес-аналитике, по дата-аналитике и по финансам-аналитике. Мы это не обещаем. Да? То есть устройство от вас. Что мы обещаем? Что мы это сделаем? Быстро, эффективно. Погрузим вас в крутое комьюнити всех ребят, которые работают в этих компаниях. И дальше вы же сами должны принимать свои решения. Делать свои... Спасибо огромное, Андрей Алясов. Великолепные лекции. Спасибо, коллеги. Спасибо большое. Влажные ответы на вопросы. Спасибо, что тем, кто оффлайне и в онлайне нас слушал. Спасибо. У нас сейчас прерыв на обед. 15 минут. Чувствуйте себя как дома. Кушайте и возвращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok